Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит, меня зовут Ваня. Давайте нарисуем что-нибудь классное из мультиков Союзмультфильм. Потому что у меня есть карандаши Союзмультфильм, у нас конкурс Союзмультфильм. Мы рисуем вместе, делаем сториз и вечером рисуем еще. Начинаем! Сейчас рисуем мартышку из мультика 38 попугаев. Очень классную, веселую, простую и яркую. Рисуй сначала карандашом, после будем раскрашивать масть фломастерами яркими и обводить маркером, ну, к примеру, или тоже фломастером. Рисуем голову мартышки. Она вот такая, круглая голова. А просто простым карандашом я рисую круг. Это просто. Я думаю, тебе так получится. К этому кругу рисуем вот такой столбик. Сама мартышка похожа на столбик в этом мультике. Вот такой столбик. А к этому столбику пририсуем уже лапки такие. В разные стороны такие лапки. Вот такая примерно у нас мартышка. Она очень похожа. Уже понятно, что это что-то такое человеческое. Есть ножки и голова. Отлично. Теперь нарисуем ручки. Ручки нарисуем вот так. Плечики. И в разные стороны идут. Вот так вот она. Такие вот у нее ручки. Лапки, можно сказать. У нее ручки-лапки. Так, завершаются. А здесь просто нарисуем большие длинные пальцы. Мне кажется, у нее по три пальца, по четыре. И у настоящей мартышки, конечно же, их пять. Как и у людей. Пять пальцев на каждой руке. Но мы рисуем игрушечную мартышку, которая была в мультике. Все-таки у кукол бывает и по-разному. Ножки нарисуем. Такие ножки. Все. Ножки готовы. Ручки готовы. Теперь осталось только голову. Голову мы как сделаем? Мы сделаем голову с большим, с большими ушами. Вот такие уши прорисуем. У нее действительно большие уши у нашей мартышки. Такие большие. Не переживай, если нарисую еще большие. Может, она еще меньше была. И у нее были большие, большие уши. Так, сейчас я найду музыку, которую я люблю слушать, когда обычно я рисую. Вот такую. Слушайте. И продолжаем. Мартышка. Что же с мартышкой? Нарисуем ей сразу глаза. Вот так вот. Раз глаз. И два глаза. Серьезно понятно, что такой человечек. Носик такой, треугольничек в разные стороны. Улыбочку до ушей. И здесь точно, так говорится, до ушей. Причесочку здесь сверху. И я знаю, что сверху у нее бантик. Бантик тоже вот так рисуем. И в разные стороны у нее вот так вот. И получается, мы с вами нарисовали классную мартышку за одну минуту. Ротик мы сейчас дорисуем, чтобы его хорошо было видно. Такая мартышка. Теперь давай так. Для того, чтобы хорошо было видно, я ее обведу. А пока буду обводить, расскажу про условия конкурса, Которая сегодня еще будет продолжаться, и ты успеешь поучаствовать. Сначала нарисуем ей улыбочку. Обведем ее вот такую улыбочку. И здесь у нее такие губки. Оп, губка. Теперь носик обведем. Носик. Носик у нее рядом с глазками. Глазки у нее среднего размера, но очень яркие. Она очень любопытная. И в мультике она была очень хорошей. Очень мне она нравилась. Так, теперь ушки обведем. Ушки. И сразу всю нижнюю челюсть, как бы низ головы обведем. Отлично. Теперь волосики. 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 Вот так получилось. В ушках такие дырочки небольшие. Бантик. Волосики сверху. Чубчик. И все. Сама мартышка, лицо ее готово. Ее голова. Теперь осталось только руки. Руки у нее довольно длинные. В мультике я заметил, что у нее действительно длинноватые ручки. Да и ножки, я бы сказал, что. И очень у нее пальцы хваткие. И вообще она очень любопытная. Мне понравилось, как она изучала, что такое подарок. И как передать привет, кажется. И сколько она в мартышках, можно сказать, в мартышках. Сколько в мартышках. Я не знаю, как хвост ее перерисовать. Ну давай вот так прорисуем. Хвост. Вот так. Хвост тоже главное. Для мартышки все-таки важный хвостик. Как передать привет. Она передавала привет друг другу. Они передавали привет. И еще как можно мерить длинного-длинного питона. Чтобы померить его. Это было довольно сложно для них. Но они смогли. А в попугаях-то я длиннее. Получилось. Ну, продолжаем с мартышкой. Смотри. Конкурс очень простой. Рисуй кого-то из героев Союзмультфильма. Делай сторис. На сторис пиши собачка-рыбокит 3. Это самое простое, что можно сделать. И вечером я посмотрю твой сторис, конечно же. Репостаю ее к себе на страничку. На инстаграм-рыбокит. И ты появишься у меня. Конечно же, я тебе говорю заранее большое спасибо. Потому что любое творчество детское. Мною всегда одобряется. И вечером в 6 часов приходи. Будем рисовать для тебя. Или для кого-то еще. Кого я выберу. Одного или двух. Сегодня же последний день, кажется. Я обязательно нарисую рисунок. Так что приходи. Будет интересно. Что-то нарисуем. Сегодня я еще порисую целый день. Меня не было 2 или 3 дня. Это было немножко жалко мне. Что я пропустил 3 дня конкурса. Но все-таки вы могли рисовать и участвовать. Все, кто участвовал до этого, я и рисовал, прислал свои работы. Я обязательно добавлю сегодняшний просмотр папку сегодняшнего дня. Так что все очень просто. Рисуй, делай сторис и ты попадешь. Если хочешь получить какой-то ценный приз в виде набора для творчества, то делай пост с надписью «Союзмультфильм» в портфеле. И тогда ты получишь какой-то приз. 1 сентября я буду его разыгрывать. Их будет 5 человек, кому подарим такой хороший приз. Так, раскрасили. Желтая мартышка, оранжевые волосы, фиолетовый у нее бантик. Я думаю, ты можешь бантик выбрать сам или сама, какого цвета. Но обязательно она должна быть коричневая. Так что бери коричневый цвет. Подбери его, чтобы он был такой ярко-коричневый. Ну, хорошо коричневый, как шоколадка. И вот так вот рисуй, как будто у нее растут волосы. Вот так вот. Сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Очень похоже на настоящую мартышку, я тебе скажу. Вот так, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Не говори себе, это тогда ты быстрее это нарисуешь. Сегодня обязательно, обязательно нарисую слона, черепаху и еще кого-то из питона, конечно же. Ну, длинную-длинную змею. И обязательно еще кого-нибудь из этих мультиков, которых мне больше всего нравится. Хоть я всех и не успел, но обязательно их нарисую И, конечно же, жду твоих работ Мне всегда нравится работать двоих В конце, а сейчас начать участвовать уже поздно Пожалуйста, сейчас же, прямо сейчас рисуй со мной И выкладывай сториз И вечером приходи, может выиграешь Если ты сделаешь пост И напишешь то, что я сказал Союз Мультипорфирия Ты тоже будешь участвовать Я никого не... Спокойно ты сегодня можешь поучаствовать И приходи, 1 сентября будет розыгрыш Ну и потом, мне кажется, многие родители С удовольствием хотят, чтобы их дети вообще поучаствовали в конкурсе И я прям им всегда говорю спасибо Мамам, папам, потому что выигрыш это совершенно не важно Важно, что вы участвуете Еще хочу сказать Объявление Я добавляю немножко карандаша Объявление, что Сториз... Нет, как это сказать-то В инстаграме Не будут сохраняться с этого дня Эфиры будут выкладываться Отдельными роликами Когда я их буду записывать В лучшем качестве В горизонтальном формате Так что Прямоугольный инстаграм эфиры Они будут проходить Опять-таки Все эфиры Полноценные будут проходить В инстаграм Приходите, смотрите Но они там сохраняться не будут Потому что они не очень хорошего качества Если вы приходите Все, супер, лайк А после этого Через несколько времени Все ролики и рисунки Будут появляться на ютубе И также в инстаграм Но только в лучшем качестве Потому что эфиры Не с супер хорошего качества В инстаграм получают Доброе утро Давайте нарисуем принцессу И принцесса и людоед Ааа Я помню Да Выходи-ка на обед Люда-люда-людоед Да Я помню веселый мультик Был довольно продвинутый Мне он очень понравился Особенно Принцесса И людоед-то сам тоже был Очень-очень забавный Так Ребят На сегодня я сейчас Заканчиваю этот рисунок Через минутку я начну следующий Приходите, рисуйте Людоед и принцесса Хорошая идея Если ты нарисуй Что мы обязательно Не поставим лайк Если у меня уходит Хватит времени То я нарисую тоже И как всегда Я тебе говорю Если ты закончил работу Тебе кажется Все очень супер ярко И так как тебе хочется Сделай какую-то мелочь Например Нарисуй пальму Сзади Обезьянки Потому что ты подумай Вот была обезьянка Она ходила Радовалась Веселилась Но она же жила Где? В джунглях Там где растут пальмы И яркое жаркое лето Так нарисуй для нее Это жаркое яркое лето С помощью карандаша Ты это очень легко Способен сделать И это будет легко Для тебя А твоя картина Заиграет новыми красками Там будет что-то Необычное Вот как пальма Вот сейчас карандаши Так Вот таким ярким Зеленым карандашом И даже кокосы Можешь нарисовать И еще что-нибудь В общем Поэкспериментируй Нарисуй что-нибудь такое Что ты думаешь Что понравятся Обезьянке Понимаешь? Потому что ты рисуешь Мартышку Яркую Хорошую Но закончи свой рисунок И сделай его Более разнообразным Пауза И скоро продолжаем Пауза 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 Пауза